Всех приветствую! Продолжаю обзнакомиться с интересными людьми. Американская художница по костюмам, декоратор, актриса немого кино, танцовщица, египтолог Наташа Ромбо. Ромбо. Родилась в Сотлэйк-Сити в семье Мормона 12 января 1897 года. Ее детство прошло в Сан-Франциско, а образование она получила в Великобритании. После возвращения в США Ромбо начала карьеру танцовщицы в Нью-Йорке под руководством балетмейстера Федора Козлова. Я цитирую Википедию. Вскоре она познакомилась с Рудольфом Валентином, за которого в 1923 году вышла замуж. Выяснилось, что к тому моменту расторжения предыдущего брака у Валентина не было официально завершено, из-за чего он попал под суд как двоеженец. Брак с популярным актером принес ей широкую известность в шоу-бизнесе. Друзья и коллеги Валентина отзывались о Ромбовой крайне негативно, обвиняя ее в ряде его провалов кино. При этом Исану актер быстро охладил к Ромбовой и даже внес в контракт со студией требования, чтобы ее не допускали на площадку во время его съемок. После расставания в 1925 году она вернулась в Нью-Йорк, где открыл собственный магазин одежды на Манхеттере. К концу 1931 года Ромбова поселилась во Франции. Во время одного из круизов на Балерские острова она познакомилась с испанским аристократом Альваро де Русайсом, за которым в 1932 году вышла замуж. Пара поселилась в Майорке, где занималась восстановлением и продажей заброшенных испанских вилл. В январе 1936 года Ромбова с мужем впервые побывали в Египте, где посетила древние памятники Мемфиса, Уксора и Фив, которые произвели на нее огромное впечатление и определили ее дальнейшие интересы. Вскоре после их возвращения в Испанию там началась гражданская война, и ее супруг вступил в ряды профашистской и националистической армии. Сама Ромбова покинула Испанию, поселившись в семейном замке в Ницце. Вскоре пара рассталась. После вторжения нацистов во Франции в июне 1940 года Ромбова вернулась в Нью-Йорк. В 1940-е она увлеклась метафизикой, астрологией, соединив это со своей любовью к египтологии. Ромбова дважды получила крупные частные гранты на изучение символов и систем верования древнего Египта. В 1654 году она передала в дар университету Юты свою обширную коллекцию египетских артефактов, накопленных за время экспедиции. В 1665 году ей был поставлен диагноз параноидальный психоз, после чего двоюродная сестра перевезла ее к себе в Калифорнию. В последний год своей жизни Наташа Ромбова провела в больнице и доме престарела, где скончалась от сердечного приступа в возрасте 69 лет. Ее тело было откримировано, а праха развеянного лесу на севере аризона. Вот так вкратце из википедии о Наташи Ромбовой, американской художнице по костюмам, декораторе, актрисе немого кино, танцовщице и египтологе. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.